Спокойствие и порядок. Ради этого жители дома 7 по улице Краснознаменской в Щелкове установили не одну, а 16 видеокамер. Система видеонаблюдения помогла им раскрыть десяток правонарушений. Мы провели собрание. Жителям большинство проголосовало, наверное, процентов 99, наверное, за. После чего мы установили видеонаблюдение в нашем доме. Одна из целей была – обезопасить себя, свой дом, свое имущество, свои машины, своих детишек. Видеокамеры установлены в домофонах, на входе в подъезд и по периметру дома. Нежелательно гостей во дворе заметно поубавилось. И наркоманы были, и пьяницы, и хулиганы, и несовершеннолетние, которые пытались попасть на крышу дома выйти. Соответственно, мы прекратили им доступ. Заслуга – это видеонаблюдение. За счет того, что видеокамер несколько, нарушителей легко проследить, откуда вышел, куда зашел и в какое время. Один, скажем, о видеодомофоне. Он снимает лица крупным планом. Камеры последнего поколения хорошо работают и в ночное время. Там стоит камера двойного назначения. То есть, первое, будет все фиксироваться, что происходит около подъезда, фиксироваться лица входящих, четко фиксироваться, кто выходит и что с собой унес. И, соответственно, можно будет, если у кого-то обокрали, подать полицию заявление. В режиме реального времени старший по дому видит на экране смартфона, что происходит на въезде во двор. В режиме реального времени мы видим нас через ту, соответственно, камеру, которая фиксирует выезд со двора. Можно также будет зайти в архив и посмотреть, какое происшествие произошло. Можно также через архив все посмотреть. Обслуживание системы видеонаблюдения не стало для жильцов обременением от 1000 до 1200 рублей с подъездом, что сопоставимо с абонентской платой за обычный домофон. Установить камеры бесплатно за счет региональной субсидии горожанам предлагает муниципалитет. До конца 2018 года по программе ремонта подъездов видеодомофонами будут оборудованы порядка 200 входных групп. За те неполные два года, что были установлены камеры на доме номер 7 по улице Краснознаменской, жильцам удалось предотвратить порядка 10 правонарушений. Это и выход детей на кровлю, поджоги общего имущества дома, попытки угона автомобилей. В общем, система видеонаблюдения оправдала себя на 100%. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».